всем привет друзья ну что среда и новый выпуск на канале осязаемая музыка всем привет из риги довольно таки давно не виделись мы с вами ну и тут естественно посыпались вопросы лёха куда пропал а будет ли видос в субботу а будет ли видос в среду ребят сейчас что-то вот школа началась у мелкого тренировки туда-сюда ну вот прям вообще не охота что снимать и вот наше первое расписание которое уже почти два года там среда 5 среда суббота видео немножко не знаю да потому что все таки хочется записывать видос когда есть повод и сто процентов когда есть настрой а просто по расписанию ну блин ну не то но сегодня у нас есть и повод и настрой так что сегодня решил записать видео на данный момент у нас 10 часов утра и три минуты в рижское время да в общем смотрите сколько у вас со мной разницы по часам и думайте вот сколько у вас в общем ребята сегодня у нас повод такой вы видели название видео на многие вообще увидев название видео решили нечего там смотреть такой не люблю такой не слушаю но это на самом деле очень плохо потому что музыка разная и нельзя слушать один жанр сегодня у нас ребята годовщина годовщина смерти одного из величайших рэперов да это годовщина смерти тупака шакура 27 лет нас не стало рэп легенды ну и вот связи с этим я решил что надо записать видос вспомнить тупак еще раз уже было альбом улайзу ми у нас на обзорах по-моему не единственный тупака был а сегодня решил все таки показать там первый альбом паком немного поговорить о нем немного вспомнить что-то рассказать ну и так далее вот первый альбом тупака который вышел в девяносто первом году назывался он тупакалипс нау вот так вот вот он выглядит девяносто первого года диск с этого диска и началась собственно говоря карьера пока но сейчас немножко вспомним как он ушел ушел он после огнестрельных ранений которые мы снины которые ему были нанесены 7 если я не ошибаюсь сентября 96 года после драки в общем в казино лас-вегасе был бой майка тайсона после этого в вестибюле где-то в холле отеля завязалась драка или перед боем я уже не помню точно в общем потом тупак после боя поехал шугнай там на перекрестке к ним подъехала еще одна машина и тупака принципе в упор он был расстрелян потом естественно отвезли в больницу там он был введен в искусственную кому из которого он не вышел и 13 сентября девяносто шестого года прин как давно это было пипец тупака не стало 14 сентября уже он был кремирован но есть такая легенда но я вот и не верю это какая-то муть уже что кореша пака смешали его прах с марихуаны выкурили но это пока это дурь но такое есть можете даже об этом в интернете почитать надеюсь я по датам все правильно помню до таких вот альбомов я вообще ничего не смотрю в принципе но альбом такой знаете рэп то что меня интересовало я в принципе никогда еще не подсмариваю иногда изрезка только что-то да какие-то места в час когда но таких альбомах легко говорить ну это первый его сольный альбом дебютный альбом первая же до этого до альбома еще пак много где там он в одном шоу что-то там читал и какие-то песни где-то там что-то рэповал уже но первая слава к нему пришла с фита он участвовал был в коллективе таком digital underground такой рэп коллектив да он там танцевал грязные танцы и так далее ну и в один прекрасный момент ему дали исполнить рэп какие-то там четыре там пять строчек я точно не помню да в песне same song песня была жутко популярна классная кстати трек посмотрите digital underground напишите в ютубе и песня same song same song digital underground и там тупак зачитал первые такие вот строчки это уже известная группа владыше ланды граунда и вот с этого клипа тупака узнали то что клип уже был в ротации на эти ее рэпс и так далее ну и потому тупак выпускает первый свой альбом тупакали знал девяносто первом году осенью и вот на то время ну я вообще вот тупака узнал уже в год ну в принципе начинал рэп слушать но я узнал строка и get around это трек из второго альбома а вот с этого альбома вышло 3 сингла и вот по телевидению то время на тех каналах которые были у меня крутили в принципе всегда один трек мне попадался это трек песня клип крутили да на песню трек там трек клип вы про тюлягу что там такое но достаточно хорошая песня но вот тогда мне вообще нравилось вот вообще альбом естественно он такой видите задняя фонку горящая все огонь тут тексты про жестокость полиции про коррупцию полиции про беременность несовершеннолетних про тяжелую нищенскую жизнь в гетто и так далее это все пак начал освещать за что этот альбом хотели запретить там и скандальный альбом еще больше да даже какой-то негр там нига какой-то ехал где-то в техасе что ли и вроде как слушал песню из этого альбома soldier story его остановил какой-то патрульный тот вот пристрелил вроде как он слушал эту песню это не доказано по моему но это придало популярность этому альбому и паху очень тогда получился первый альбом и такой достаточно скандальный три сингла вышло этот трек вот о котором я говорил да потом if my homey calls при вот этот клип я вообще последним увидел из этого альбома уже по моему в интернете его посмотрел по телевидению никогда не видел и клип который я увидел в то время и на песню которая является одной из моих любимых песни песен пак это бренд из гады бэйби тупака поет как бы за девушку то есть как бы так получается за девушку которая забеременела крутейший трек очень классно я думал если послушать вообще всем зайдет очень классная песня но бренд из гады бэйби всем посмотрите теперь вернемся в середину 90-х когда я слушал рэп да ну начнем с того что вот этот альбом в продаже я не видел вообще ну как альбом пиратскую кассету напомню для тех кто может быть не помнит что в 90-х да нельзя было не было спотифай не было интернета вот так да мы жили в 90 никаких стриминговых сервисов не было телевидение кабельное было не у всех и поэтому если ты хотел какую-то музыку ты берешь садишься в моем случае на автобус троллейбус едешь центр на рижский центральный рынок и там у пиратов смотришь пиратские копии до кассет записи какие-то вот и там выбираешь что тебе нравится вот так было кстати у меня даже была идея ну еще она есть у меня да пойти вот прогуляться вместе с вами снять для вас контент икс ездить на рижский центральный рынок и показать вот где все эти точки находились я же там жил я там помню где и студия звукозаписи была и блин все эти точки где располагались и где рэпа было больше вообще было мало ну в некоторых местах его побольше там продавалось да в общем вот пойти так поснимать может быть вам интересно будет рынок центральный рижский он такой он всегда наверное любой центральный рынок во всяком случае на ну вот у нас тут ладно не буду говорить за всех но у нас это место всегда было было такое знаете хулиганским находится в центре рядом там район москачка то есть московский район был самый бандитский район в риге да то есть вот в 90 и вообще я помню я же вам рассказывал ну кто может быть недавно смотрит да не слышал как мы с друганами нам было ну 93 год мне 12 лет мы поехали на базар кассеты купить нам родаки дали денежки мы приехали подошли к лайку тут же сзади подошло человек шесть каких-то лет по 15-16 пацанов и нас весело товарнули я еще там да блин чуваки кошелек хотя бы отдайте возьмите в эти деньги кошелек но они отдали не кошелек деда кошелек на эту был кожаный очень нравился ну хотя бы кошелек я у них выторговал да ну вот такое время было там всегда на спиртик водка сигареты стояли такие мужички там бандосы так далее за на москачку было дальше туда вообще лучше не сулата там те бы ничего не отдали еще бы им дали да ну вот сходи час вам поснимать по рассказу порассказать может показать где чем может быть вам будет интересно там я знаю сейчас тоже хватает личности вот и вот чтобы тебе что-то вот получить из музыки надо было ехать на центральный рынок и там искать на эту вам всем это знакомо все вы этого через это прошли да естественно кассеты никаких дисков вот в начале 90-х в середине 90 только начали появляться пиратские диски тоже да и вот этот альбом не этот альбом не второй я никогда вообще в продаже не видел не видел столкнулся я увидел первую пиратскую кассету в 1906 году я даже помню как это было то есть у нас там уже был альбом me against the world to lies on me уже вышел да а вот этого альбома и второго альбома не было и тут мы сидим на практике я в училище учился там да и ну как на практике у надо было практику проходить где-то на предприятиях а тех кто не нашел нас там дали такое задание короче давайте вот в училище оборудуем под кто помещение то ли под мастерские в общем надо сначала было очистить там потом там что-то делать ну до этого так и не дошло правда мы там практику нашли свинтили но несколько недель мы забойно тусовались в этом подвальном помещении в учае нас там было несколько человек ну весело было короче и приходит один пацан играет лёха ну я уже там широких таких трубах ходил тэнк нашивка на заднем кармане лёха смотрите я кассета есть и показывает мне кассету и там первый альбом пока и 2 на 1 2 ну наверняка не полностью ну не знаю я говорю слушай чувак где ты взял кассеты общенька не вот купили там ну пиратов ну блин офигеть у меня уже того времени был друг марка да марк привет если смотришь он был флютым фанатом пока я сразу телефонов не было я же не мог позвонить искать вот я когда приехал там уже на район кстати сейчас отвлекусь опять у меня даже есть желание может быть вам будет интересно посмотреть те места где вырос посмотреть тот райончик где мы тусили где мы в баскет играли тоже могу подснять сейчас там конечно разруха ну такое я вам как-то проезжал но могу походить погулять поснимать порассказывать где тусовки какие были есть интересно пишите в комментариях в общем вот я когда приехал после училища домой вызван позвонил по домашнему телефону марку там у друг да у злуток говорю слушай игру видел чувака там у чаги есть на кассете оба первых альбом он уже фанат пока я так и не помню чем закончилась история купил у него эту кассету не купил не помню по моему в итоге так что-то они не договорились о цене потому что ползадешево тоже продавать не хотел нормально чего зачем-то дешево продавать в общем вот как-то тогда такие воспоминания у меня вот с этим диском именно его отсутствие до что не было этого альбом а потом я уж не помню то ли в магазине кун 97 году я увидел первый раз вот этот диск или позже уже вот вот этот диск наверно день так тез седьмом не помню ну так примерно те года уже увидел вот этот диск вот эту обложку я просто офигел ну посмотрите обложка просто шикарно действительно реперская на к во первых видите у пацанов вот пак сам стоит да и вот тут чуваков такие капюшоны которые закрывают лицо и с такими острым острый оконечник капюшон это считалось мега круто такие байки выпускала фирма чемпион ну все сейчас знают фирму чемпион известный везде продается вот она в 90-х она делает и байки с заостренными капюшонами это был верх стиля если вы посмотрите старый реперский клип у всех вот эти байки это блоки кости естественно нас таких байк не было но сейчас я отвлекусь еще история про байку теперь значит был у меня такой друг валера давно его уже не видел вот мы вместе рэпа гоняли в общем он учился в интернате родители его отдали в интернат не в школу ну и там он научился с интернатскими он-то в домов возвращался как-то так а там люди вот в интернате они прям вот жили был у него там какой-то друган в общем этот друган он знал что валера слушает рэп что у нас ну и там все слушаем рэп но он с нами не тусил он чисто валерин дружбану по интернату и этот дружбан зашел в какой-то секонд-хенд в риге и в этом секунде увидел черную байку най вот тоже с таким типа заостренным капюшоном он эту байку по-моему спер из этого секонд-хенда привез валерий и мы короче по очереди носили валера поодевал я поодевал другая в один болот по одевал в общем все доживала свои дни потом у меня это байка классная байка кстати теплая была секунда такая не за ношенка нормально большеватая такая ну мы рэперы были нам нормально ну пофиг там было главное даже вот там именно главный был капюшон такой застренный классный вот так вот и сейчас можно пойти там найку бит чемпион а раньше ничего не было да там я если было где-то что-то в магазинах она столько стоило что мог только прийти и посмотреть на это все вот собственно игра когда я увидел это обложку мы конечно просто так стояли и смотрели ни одной песни тогда я не знал кроме песни трэп которую крутили где-то крутили опять же где-то но нельзя было прийти там не было интернета но не было ютуба все прекрасно помните и каналы кабельные не у всех были вот у меня был канал м7 и viva по м7 шла передача бла-бла-гру в днем каждый рабочий день в 5 полчаса от этом три-четыре клипа рэпа видел да и вечером шла бабла рэп и вот благо рэп шла в 11 ночь ну вечера данная ночь там в одиннадцать до каждый тоже рабочий день а мы после школы и кстати как я вообще узнал о смерти пока мы я тогда был фанатом я рэп баскета коем являюсь сейчас баскетбола смысле и значит вот у меня где-то 96 год это мой девятый класс наверное у нас тут уроки заканчивался 13 заканчиваться на 25 и значит я быстренько шел домой что-то там кушал что-то успевал какую-то домашку сделать и в 3 в 15.00 я уже точно был опять в школе в спортзале и вот мы до где-то пол одиннадцатого мы рубили в баскет там несколько игр до 100 очков 100 там раз до 100 сыграл там команды там чуть-чуть состава перетусовали опять по новой ну или просто такими же составами рубишься до 100 очков да да почему до пол одиннадцатого потому что в одиннадцатого начиналась передача бла-бла-рэп и надо было успеть на нее прийти домой там помыться да и вот посмотреть клипы и лечь спать опять в школу опять по новому да и вот вот клип трэп вот мне там да он вот-вот попадался и значит вот я был в школе на баскете и приходит значит мой друг вот вадим как раз таки я уже переоделся в форме и вадим такой приходит и широкий тоже штанна куртка шапка нам сиделась ну осень была как-то вот так уже наверно холодно вот не помню как-то выполнить и тепло дед был игры штупаку убили но на самом деле это было седьмое сентября и в него только стреляли да вот и мы таки как у него же клей пульс он как-то незадолго до этого как раз вышел клип из альбома улайз он мей на песню и мальчик делу убивают собственно говоря да македа не это клип говорит мне нифига там по mtv там новость а у него был канал мтв у него он смотрел его мтв рэпс ему везло да вот и вот так вот я узнал что ну потом я узнал что умер он 13 да вот так вот первую новость услышал брендер чтобы пипец 15 лет мне это так давно было сегодня же 27 годовщина как нет рэп легенды с нами ну вот такие вот да были времена и вот так вот клипы смотрели так далее ребята сейчас покажу как сам диск выглядит так я уже покрутил перед вами вот такой пистолет тупак тупакалипс на вообще буклетик сам вылезет к нам в руки вообще я советую вот всем даже кто рэп не слушать сегодня но и день такой есть почему есть повод так сказать послушать вот все послушайте да этот альбом я думаю лишним не будет ну во-первых тупак личность культовая да во вторых сами послушайте сегодня в день смерти вот первый диск да думаю будет интересно брендерская бэйби я думаю песня зайдет всем до медли медленно это как классная альбом 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 кстати не является моим любимым прям альбомом пока да мне больше нравится тот же lies on me или me the world или даже 2 альбом стреклый for my niggas но точно не первый хотя здесь есть такие треки он еще такой знаете альбом сыроватый в общем ребята послушайте пишите комментарии и жмите лайки этому видосу вот такой вот здесь буклетик простой после опять же классной фоткой на развороте ну и собственно говоря и все на интерскопе выходил кстати вышел этот альбом в 91 году тупакалипс на альбом пока ребят и 27 лет как с нами нет рэп-легенды именно 27 лет назад его отключили от системы жизнеснабжения и все так закончилась история рэпера тупака шакура ну вот такой сегодня какой-то видос немножко вам порассказывал кита жизненные истории свои там да вот все так чисто в прямом эфире как мы с вами любим без всяких заготовок без монтажа вообще считаю что монтаж видео это крайне неблагодарное дело но если ты не какой-то крутой тревел блогер во всем же остальном это тебе никак не оплачивается да можете считать что я 1 меркантилен но я считаю что каждый человек должен зарабатывать если нету прибыли тогда нафиг этот монтаж ну вот как-то так ну и нас это с вами как лайф радио с видео вместе в общем всем советую ребята послушайте сегодня этот диск если интересно истории поснимать там где продавались в риге вот да вот на центральном рынке там кассеты пиратские я могу сходить там как-нибудь снять пока вот еще погода у нас в риге хорошая вам покажу есть интересно посмотреть райончик где вырос могу туда съездить походить там с кем-то на камеру поздороваться могу попросить своего знакомого молодого с канала то на канале кто на стримах сандусом я там прямо поснимает а я похожу вам что-нибудь по показываю но и сам сниму неважно кстати сандус можете поздравить достал тоже собирает диски пакет привет тебе он достал наконец-то у лазил мидийской альбом макавель по он собрал уже все но вот 19 лет люди тоже собирают музыку 96 то и раньше это круто это заслуживает уважения я так считаю вот такое ребята видео надеюсь вам понравилось чуть подольше мы сегодня с вами посидели вот такие вот байки я вам повторял порассказывал в общем как-то так ну что желаю вам всем легкой среды четверга и пятница и отличных выходных суббота воскресенье ну а пока всем пока